всем привет еще раз опять у нас один вопрос задает еще второй раз и как бы опять все то же самое второе пришествие хот-бокса и все связано значит как мы знаем уже видео я одно так состряпал что касаемо прибора все сказал что я об этом думал скажу что мнение мое не лазь чтобы работать таким прибором надо уметь а то и отучиться это раз второй момент не все и не все вместе этим прибором делаются то что некогда смотрелись вот видео господина селезнева никого ни в чем не обвиняю вот не обвинять не хочу и люди подумали что купил такой прибор они смогли с вот таких вот инструментов вот без вот этого все вот не обучаясь не имея даже там простейших лампочек то есть берем этот прибор проводим надмятина но это тупость людская или жадность или глупость я не знаю что сыграла роль селезнев когда это делает он извините уже не пи и не второй год этим занимается он мастер своего дела помимо этого он преподатель вот и как бы о чем можно говорить человек на своей он знает что он делает и он показывает возможности этого прибора и в лучшем виде потому что его надо продать но люди тупо его просто купили никогда этим не занимались потом удивляются чушь он не работает это мы прошли значит сейчас по ценам что вот опять же вот брать не бракой брать опять пишут как будто я тут мастер ребят ну давайте разберем вот этот грубо говоря 100 тысяч он сейчас стоит раньше он там когда вот у нас прошел град в мае это было 14 побила много машин у нас на каменгруппе потом во владиказе прошел град но не рад а камнепад вот и народ зашлился вот типа сейчас я возьму такой прибор и все больше ничего не надо нифига подобного вот это один как как бы момент дальше вот есть второй вариант на чуть подешевле xl to лавский x лавский аппарат он стоит что-то в районе там в предыдущем видео смотрите если чё в районе 1000 евро или 800 евро нас это такое вот сейчас смотрим в пределах по моему 800 евро стоит он дальше значит смотрим вот китайский вот такой он стоит там подешевле потом еще вот есть такой альбатрос вот вот такой вот простейший аппарат тоже как бы тут регулировка всего лишь одна вот и можно делать то есть много но я повторюсь ребят мое мнение вот смотрите переписки с людьми аппаратов уже много сейчас выбор очень большой можно в китае пить там в испании в голландии где угодно во франции от xl to вот делают их но им надо уметь работать если вы не умеете работать не имеете это работы этими всеми аппаратами точно также ремонту вмятин нельзя научиться за день вот и потом все будет этим заниматься поэтому я еще раз вам повторю что и хотите покупайте но как бы мнение вот лично мне он не нужен если этот приборчик как бы стоил ну скажем так 13 20 ну я пищу может быть рассматривал бы потому что в некоторых моментах он как бы мне пригодился и помимо ремонта вмятина пригодился бы при рихтовке где-то там что-то подогреть там какой-то болтик гаечку отвинтить но это не предмет 1 не обходите чтобы за него отдавать допустим 100 тысяч я считаю лично мое мнение я его никому не навязываю я считаю что это дорого вот кто-то считает наоборот у нас людей по два их по покупали вот ребята работают вдвоем на станции на одной цель нашего города вот у них у каждого свой купили ну ничего люди работают и радуются другие говорят ну как бы купили попробовали потом слава богу вовремя правда ну в общем сколько людей столько и мнений но лично свое мнение я вы что вот уже появился ассортимент уже появилась как бы конкуренция кто что хочет тот пусть и делает выводы а тебе не брать я тут не скажу лично мое мнение пока что свою цену такой прибор мне не нужен